Дорогие друзья, всем привет! Поставьте, пожалуйста, пятерочки в чате, если меня видно и слышно хорошо. Я вас рада присутствовать на традиционном пятничном живом эфире. Напоминаю тем из вас, кто здесь, возможно, впервые, что я каждую пятницу провожу живые эфиры, где рассказываю всякие интересные, захватывающие темы из мира фриланса и контекстной рекламы, чтобы помогать вам развиваться в этой сфере, либо принимать решение о том, идти в эту сферу или нет, если вы планируете выход на удаленку. Ну и вы на эфирах всегда можете задать мне вживую вопросы на любые интересующие вас темы по контекстной рекламе, по фрилансу, по удаленке, в общем, все, что вас интересует в этой области. Итак, вижу ваши пятерочки, значит, все у нас хорошо со связью и мы можем начинать. Напоминаю, как мы работаем в зуме. Звук выключаем, камеры по возможности включаем. Если по ходу моего рассказа пламенного у вас будут возникать какие-то вопросы, смело пишите в чат, я на ваши вопросы буду отвечать. Либо можно поднимать руку в зуме и задавать вопросы голосом. Так мы с вами будем ближе, не надо стесняться, не надо бояться, здесь все свои. Итак, сегодня я решила рассказать вам про довольно интересную тему, очень актуальную в наши дни. Это реклама инфопродуктов. Кто из вас знает, что такое инфопродукты, напишите в чате, кто вообще из вас знаком с этим термином. На самом деле сейчас это направление, это направление получило очень широкое распространение в Яндексе. Почему? Потому что, как вы знаете, с нашего рынка российского ушли всевозможные инстаграмы, фейсбуки и прочие, где инфопродукты в основном брали трафик. И, конечно же, весь этот трафик, знакома онлайн-школы, да, весь этот трафик пошел искать себе клиентов в Яндексе. Ну и есть еще другие источники, типа Телеграм, реклама и прочее, прочее, но львиную долю этого рынка, конечно же, откусил Яндекс. И именно поэтому вы сейчас в Яндексе можете наблюдать огромное количество всевозможных рекламных баннеров именно на тему рекламы онлайн-школ, курсов, обучений и прочее, прочее, прочее. То есть инфопродукты – это не какой-то материальный товар, который ты можешь поехать в магазин и купить, это именно реклама обучающих курсов, реклама всевозможных онлайн-школ на разные темы. Вот у меня, например, моя рекламная выдача выглядит примерно вот таким вот образом. То есть так как я активно работаю в сфере онлайн-школ, я сама являюсь руководителем и основателем онлайн-школ, и понятно, что Яндекс таргетирует меня довольно часто именно на эти темы, и если посмотреть любую там, вот я вам сейчас показываю свой Яндекс.Диск, любую рекламу, это будет примерно что-то про какие-то курсы онлайн-школы и прочее, да, там как эксперту продавать консультации наставничества, Телеграм-канал про маркетинг, но это реклама Телеграм-канала, вот топовые фишки по Wildberries, это все реклама онлайн-курсов, школ, обучений и прочее, прочее, прочее. И сейчас очень многие эксперты работают именно с этим направлением. Я сама занимаюсь, понятно, контекстной рекламой своей школы, мы на данный момент открутили уже более пяти миллионов на рекламу, то есть у меня есть колоссальное количество статистики по тому, как продвигать онлайн-школы. Также мои ученики, очень многие ученики работают с онлайн-школами, например, мой наставник Антон, он вообще специализируется на работе именно с онлайн-школами. То есть у меня очень много статистических данных, которые я собираю и внутри своих рекламных компаний, которые мне передают мои ученики, когда мы разбираем их проекты. Так, у кого звук, выключаем, пожалуйста, звук, чтобы не мешать друг другу. У меня очень много статистики и вообще очень много практического опыта именно в работе с этим направлением, и сегодня я вам буду как раз рассказывать основополагающие вещи про то, как работать с этим типом клиентов, потому что каждый тип клиента, каждая ниша имеет определенные особенности, когда мы занимаемся настройкой рекламных компаний. То есть под каждую нишу, под каждого клиента мы разрабатываем свою уникальную рекламную стратегию. И вот сегодня мы с вами поговорим как раз-таки, как работать с онлайн-школами, курсами, тренингами и прочее, прочее, прочее. Для того, чтобы понять вам всю эту внутрянку, необходимо вас ввести в курс дела, как вообще построены продажи инфопродуктов, потому что многие, кто не погружен внутрь, да, этой системы, не понимают, а как, в принципе, выстроены продажи в онлайн-школах. И на самом деле я сейчас вам буду рассказывать внутрянку того, как вы, как каждый из вас попал, например, ко мне на обучение, как каждый из вас попал ко мне в мою воронку, как это все работает. Давайте я прям это вам проиллюстрирую сейчас. Значит, смотрите, как выстроены продажи и как мы выстраиваем рекламные стратегии. Вот есть некоторый человек, да, наша целевая аудитория. Наша целевая аудитория. Ну, понятно, их там несколько тысяч, несколько сотен тысяч. Все рисовать не буду, ограничимся двумя. Итак, это целевая аудитория. У этой целевой аудитории есть определенные интересы, они что-то ищут в интернете, да, то есть мы их каким-то образом таргетируем. Дальше эта целевая аудитория должна попасть на некое обучающее мероприятие. Это я сейчас пытаюсь изобразить компьютер, ну, либо смотрит обычно всякие с телефона, да, вебинары. То есть эта аудитория приглашается на некое бесплатное мероприятие, где она знакомится со школой. Каждый из вас, когда вы пришли ко мне учиться, давайте вспоминаем, через что вы ко мне приходили учиться. Все вы приходили либо на какие-то мои вебинары бесплатные, либо на бесплатные марафоны, да, по контекстной рекламе. Вот скоро у нас, кстати, на следующей неделе будет бесплатный марафон по тильде. То есть все онлайн-школы, это не только моя школа так работает, все онлайн-школы выстроены по этому принципу, что сначала людей, людей мы приглашаем на некое бесплатное мероприятие. У кого-то это могут быть открытые уроки, там, например, какие-нибудь дни посещений до дни открытых дверей, вебинары, марафоны, тестовый доступ. Все это разные форматы выдачи бесплатного продукта. Дальше человек знакомится со школой, знакомится с преподавателями, и только после этого он принимает решение о том, чтобы пойти в эту школу учиться за деньги. Понятно, да? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно. Все онлайн-школы работают по такому принципу. Почему? Потому что если вы холодная аудитория, которая ничего не знает об этой школе, ничего не знает о преподавателе, ничего не знает вообще о том, что здесь происходит, да, особенно если говорить про мою нишу, где я обучаю онлайн-профессии, вы вообще не понимаете, что это за онлайн-профессия. Вы, прежде чем заплатить, вы должны познакомиться с тем, что это за профессия, какие преподаватели, а чему конкретно вы обучаете, качество этого обучения. И только после этого вы способны принять решение о том, чтобы пойти и дальше учиться уже за деньги, когда вы уже поняли, что да, это то место, где помогут решить мою проблему. Понятно, да? Поэтому нет никакого смысла пытаться продать что-то сразу платное. У меня очень часто ко мне приходят ученики, которые начинают работать с клиентами, да, это первые клиенты. Понятно, ученики очень переживают, чтобы дать результат, да, и они приходят ко мне на разборы, и мы смотрим их лендинги, то есть их клиентов, что они рекламируют, и на лендинге, например, сразу идет продажа курса. Ну, типа, клиент приходит и заказывает специалисту по рекламе, говорит, пожалуйста, настрой рекламу на мой сайт, где я продаю курсы, например, по рисованию за 20 тысяч рублей. Я сразу говорю, что так работать не будет. Дед, я сразу говорю ученику, что тут даже нет смысла пытаться настраивать такую рекламу. Почему? Потому что люди, которые ничего не знают о школе, впервые попали на сайт этой школы и за 5 минут принимают решение о том, чтобы отдать 20 тысяч за обучение. Это нереальный сценарий. Такого в жизни не бывает. Просто поставьте себя на место потенциального покупателя. Вот если бы вы кликнули по рекламе, ну вот, например, вы вот нашли рекламу, да, нашли рекламу, кликнули по рекламе, зашли на сайт и там купите, пожалуйста, обучение за 30 тысяч рублей. Кто из вас купит? Поставьте плюсики те из вас, кто купит, и поставьте минусики те из вас, кто не купит никогда. Таким образом. Да, то есть всегда, когда вы идете вот в профессию, я это всегда своим новичкам говорю, ученикам, вот всегда ставьте себя на место потенциального покупателя. Какая логика поведения в интернете? Никто никогда в жизни не покупает сразу инфопродукты, зайти на сайт, увидеть чек 30 тысяч, сразу купить. Это так не работает. Человек сначала должен получить определенный уровень доверия к этой школе, да, то есть сначала приходит на, например, марафон, смотрит контент, как там обучают, знакомится с преподавателем и только после этого принимает решение о том, что да, я хочу в эту школу. Понятно, да? Поэтому если к вам приходит клиент и говорит, здравствуйте, настроите, пожалуйста, рекламу сразу на страницу, где я пытаюсь продать, вы можете сразу смело говорить, что так работать реклама не будет. Давайте-ка мы будем вести рекламный трафик на какой-то бесплатник, на какой-то бесплатник. Какие воронки, да? То есть мы с вами на самом деле будем работать с разными этапами воронки. Какие этапы воронки бывают, когда мы работаем с инфопродуктом? Значит, сначала человек видит ваш оффер, видит ваш креатив. Есть определенные технические нюансы настройки рекламы для онлайн-школ, мы про них сейчас тоже поговорим. Потом, после того, как человек видит креатив, например, там какой-нибудь такой, человек кликает по нему, попадает на сайт и оценивает оффер, который есть на сайте. Это все этапы воронки. Дальше человек заходит на некое бесплатное мероприятие, и дальше уже с бесплатника происходит продажа. И какая-то часть воронки, за нее отвечает эксперт по рекламе, а есть какая-то часть воронки, за которую отвечает клиент. И вы, как специалисты по рекламе, вообще никакого отношения к этой части не имеете. Но если вы новичок в этой сфере, вы можете, не зная этого, брать на себя ответственность за то, что вашей ответственностью не является, а именно за вот эту часть, за продажи, которые происходят на бесплатнике. То есть очень часто я вижу такие истории, что ко мне приходят ученики с разборами, что, Елен, вот мы ведем трафик, мы получаем лиды, мы получаем там конверсии, а продаж нет, и клиент жалуется, что нет продаж с рекламы. И когда мы начинаем рыть, а что там происходит, оказывается, что трафик качественный, трафик хороший, целевой. Дальше этот трафик попадает вот сюда, на бесплатник, и на бесплатнике происходит магия. Например, эксперт хреново продает. Эксперт хреново продает, все, продаж нет. И какой бы вы великолепный трафик не привели, если здесь происходит провал, все, продаж не будет. Но это не зона ответственности эксперта по рекламе. И это не зона ответственности эксперта по рекламе. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно. То есть очень важно, чтобы вы это понимали. Зона ответственности эксперта по рекламе на самом деле заканчивается вот здесь. Вы отвечаете только вот за эту часть. То, что происходит на сайте, то, что происходит на бесплатнике и как дальше происходят продажи в отделе продаж, это не ваша зона ответственности. За это отвечает клиент. Понятно, да? Вот эту часть, я ее прям обведу другим цветом, ну давайте каким-нибудь вот таким. Вот эту часть мы, как эксперты по рекламе, мы можем только провести аудит сайта клиента и дать свои рекомендации, что стоит поменять на сайте, чтобы повысить его конверсию. Об этом мы сейчас еще попозже с вами поговорим. Это единственное, что мы можем сделать. И очень часто, к сожалению, на практике происходит такое, что мои, например, ученики дают рекомендации клиентам, а клиенты говорят, вы знаете, мы ничего менять не будем, наш сайт и так прекрасен, мы считаем, что сайт великолепен. Хотя на сайте, ну, откровенная какашка, ну, потому что я вижу эти сайты, я тоже анализирую их на разборах. Но очень часто клиенты не способны услышать рекомендации специалиста, и, к сожалению, нам приходится работать с тем, что есть, и на таких сайтах чаще всего процент конверсии, ну, довольно невысокий. Сейчас мы дальше поговорим с вами о том, на что влияет процент конверсии на сайте, да? Все, с этим разобрались, да? То есть очень важно, чтобы вы понимали, что вы отвечаете за свою зону ответственности, клиент отвечает за свое. И если клиент вам начинает говорить, что что-то реклама-то не работает, на самом деле, может быть, проблема здесь, а не здесь. Но вы, как новички, вы склонны, знаете, посыпать свою голову пеплом и считать, что вся проблема на вашей стороне. Хотя на самом деле чаще всего это не так. Чаще всего это не так. Итак, сейчас мы с вами рассмотрим каждый этап вот этой воронки, да, что вообще именно стоит делать, когда мы работаем с онлайн-школами, когда мы работаем с инфопродуктами. Первая часть – это, конечно же, офферы-креативы, которые мы создаем для наших клиентов. И это наша зона ответственности, то, как мы представим, да, нашу школу. На самом деле креатив, он заинтересовывает человека кликнуть по рекламе и дальше пройти на сайт. И, безусловно, мы должны создавать эти креативы интересно, да, чтобы на них хотелось кликнуть. И тут очень важно понимать определенные правила. Когда мы прописываем офферы, когда мы прописываем заголовки наших объявлений, то есть вот если смотреть на креативы, да, вот это – это заголовок. И когда мы прописываем этот заголовок, нам очень важно в этом заголовке продавать результат. Не процесс, а результат. Сейчас я вам покажу реальный пример, и вы поймете, о чем я говорю. Также очень важно, когда вы прописываете заголовки, учитывать боли и хотелки целевой аудитории, к которой вы обращаетесь. И постоянно мы проводим АБ-тесты заголовков и фотографии, которые мы используем. То есть ни в коем случае, пожалуйста, не ограничивайтесь одной фотографией, одним заголовком, вот запустили рекламу с одной фоткой и на этом закончили. Нет, когда мы работаем с онлайн-школами, когда мы, в принципе, работаем с баннерной рекламой, у нас постоянно должны крутиться креативы на тест. Минимум три. Три открутили креативы, через две недели замерили результаты, посмотрели статистику. Два креатива, которые работают хуже всего, отключили, залили новые два на тест. То есть это должна быть постоянная история, постоянное тестирование новых заголовков, новых фотографий, чтобы понять, на какие фотографии, на какие заголовки люди реагируют лучше всего. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно. Примеры. Никогда не пишите общие фразы. Например, как юристу стать востребованным. Всегда пишите конкретику, конкретный, понятный оффер и продавайте результат. То есть что человек получит, когда он придет на тот бесплатный, например, вебинар, куда вы приглашаете. Какой итог этого результата будет. Например, что вы узнаете, как юристу сделать х2 в доходе за 30 дней. То есть вы конкретно показываете цифры. Вот когда вы даете такую конкретику, это всегда привлекает гораздо больше внимания, чем когда вы просто будете писать общие фразы. Как зарабатывать больше? Как стать востребованным? Стань красивой. А если вы будете писать конкретно, как за счет самомассажа помолодеть на 10 лет за один месяц. Конкретно? Конкретно. Результат? Результат. Понятно, да? Напишите, пожалуйста, плюсики, если это понятно. То есть по моим тестам, по тестам моих учеников, как только вы начинаете менять заголовки на вот такие более конкретные, и когда вы начинаете говорить про результат, который человек получит после вебинара, CTR, то есть кликабельность объявлений, вырастает, там, начиная от 50%, да, у кого-то там в два раза CTR повышается, у кого-то даже в три. То есть на самом деле это очень хорошо повышает кликабельность ваших креативов. Тем более, учитывая то, что сейчас у нас очень высокая конкуренция в Яндексе, все онлайн-школы в Яндексе, понятно, что конкуренция очень высокая, и вы должны делать свои заголовки очень привлекательными, чтобы выделяться на всем этом фоне. Понятно, да? Я тут сразу решила разобрать заголовки, которые я тут вижу, но на самом деле, вот смотрите, вот этот пример не особо презентабельный. Почему? Потому что вот этот вот товарищ, фамилия которого Дашкиев, он довольно известен в узких кругах, скажем так. То есть здесь заголовок на самом деле написан очень неинтересно. Как найти руководителя в отдел маркетинга? Неинтересно. Если бы они написали, как найти РОПа, РОП это руководитель отдела, а это маркетинга, РОМ, руководитель, как найти РОМа за, например, две недели и сделать X3 в доходе. Это было бы более интересный заголовок, чем как найти руководителя в отдел маркетинга. Это процесс, это не результат. Если бы они написали заголовок немножко по-другому, он был бы более привлекателен. Но тут как бы у нас включается на самом деле сила бренда, потому что Дашкиев, Аяша Будинов, это довольно известные люди, у них очень сильный бренд личный. И поэтому, когда мы используем изображение вот таких людей, у которых сильный личный бренд, там на самом деле играет большую роль он, чем ваши заголовки. Вот если вы работаете с онлайн-школами, где эксперт не сильно известен, тогда да, там надо прям сильно потрудиться над заголовками. Понятно, да? Напишите, пожалуйста, понятно, если это понятно. Теперь по поводу технических нюансов, когда вы настраиваете рекламу под онлайн-школы. Когда мы работаем с онлайн-школами, чаще всего львиная доля трафика, ну практически там 95% бюджета, это работа с RCA, с рекламной сетью Яндекс. Мы очень редко настраиваем поисковую рекламу для онлайн-школ. Исключениями являются только онлайн-школы со сформированным спросом. Например, школа кондитеров. Да, то есть смотрите, если я буду искать, предположим, ну давайте с вами попробуем сделать вот так. Так, если я буду искать, например, курсы кондитеров или там онлайн-школа кондитеров, то есть люди конкретно уже ищут, да? Сколько у нас таких запросов по России? Ну, довольно немного, кстати сказать. А если просто школа кондитеров, просто по запросу школа кондитеров могут еще искать и оффлайн-школы, понимаете, да? То есть такие запросы тоже использовать, конечно, можно для теста, но они могут давать высокий процент отказов, да? Потому что здесь, видите, вот явно люди ищут оффлайн-школу, чтобы приходить туда ножками, они не ищут онлайн-школу. То есть только если есть сформированный спрос, например, онлайн-школа десертов, предположим, хотя вряд ли тоже такое ищут, онлайн-школа... А давайте посмотрим, знаете, что? Школа астрологии. 15 тысяч, да? Ну, тут смотрите-ка, Киевская, Дом-школа, 11-й дом. Тоже нецелевые запросы, тоже нецелевые. То есть на самом деле на поиске люди часто ищут именно оффлайн-школы, да, например, в Москве, чтобы пойти и там учиться. И поэтому онлайн-школы оттуда могут получать целевой трафик, но все-таки не так много, да? Поэтому основной источник трафика для онлайн-школ – это, конечно же, реклама в РСЯ, в рекламной сети Яндекс. То есть вот такая вот баннерная реклама, которую вы видите на всех сайтах, которые вас окружают. Понятно, да? И львиная доля бюджета, 95% бюджета уходит именно у нас на РСЯ. Поэтому, когда мы работаем с онлайн-школами, мы используем мастер-компании, мы можем тестировать его активно, и также стандартные компании в РСЯ и тестируем там разные автостратегии. То есть оптимизацию конверсии, оплата за клики, оплата за конверсии, недельные бюджеты. Все это мы можем активно тестировать. То есть разные форматы автостратегии. Подбираем ту стратегию, которая будет работать конкретно для вашей ниши. Но если говорить о практическом опыте, да, то у нас по практике хорошо отрабатывают стратегии оптимизация конверсий, оплата за клики. Эта стратегия дает максимальное количество трафика. И хорошо работает оптимизация конверсий с оплатой за конверсии, но не во всех нишах, не во всех направлениях. Очень хорошо работает эта стратегия в направлении школ с хобби. То есть, знаете, всякие там куклы, рисование и прочее, прочее. То есть для хобби стратегия оплата за конверсии работает очень хорошо. Если мы говорим про ниши, например, обучения онлайн-профессиям, то там эта стратегия дает очень дорогую конверсию. И там лучше работать с оплатой за клики, оптимизация конверсий. Понятно, да? Это вот по практике то, что мы видим в работе по нашим онлайн-школам. Теперь переходим к следующему этапу. Воронки – это то, что человек видит на сайте после того, как он кликает по рекламе. И тут огромную роль играет оффер, который человек видит на сайте. Ну, давайте сейчас с вами потратим у кого-нибудь 40 рублей за клик. Ну, например, смотрите, давайте кликнем по этой рекламе. Запуск мелкого производства от 6 недель. Вот мы кликаем, попадаем на сайт. Ну, у Аяза довольно сильные всегда лендинги, да? То есть он уже в этом бизнесе очень много-много лет, и у него очень сильные лендинги, да? То есть у него понятный оффер. Получи комплексное решение для запуска своего дела, кратного роста в действующем бизнесе, да? Дальше там подарки, заявки. У него лендинги сделаны по довольно правильной структуре. Но когда вы работаете со школами, которые недавно на рынке, у которых еще недостаточный опыт, там бывают такие истории, что ты заходишь на сайт, а на сайте вместо оффера, вот это вот то, что мы видим на первом экране, это, собственно, оффер, да? То есть основное предложение то, ради чего человек должен захотеть зарегистрироваться на марафон или вебинар. И этот оффер должен быть очень сильным. Ну, то есть, ну, представьте, да, вы хотите привезти человека на марафон или на вебинар, чтобы человек потратил там два часа своей жизни. Понятно, что люди просто так на что-то неинтересное, они не будут даже подписываться. Ну, то есть нафига мне тратить два часа на что-то, я не понял вообще на что. То есть понятно, что ваш оффер, вот ваше предложение, что вы узнаете на этом вебинаре, должен быть очень мощный. Вот, например, у меня, да, сейчас вот оффер. Как делать от 50 тысяч на создании сайтов, работая четыре часа в день? То есть я понимаю, что моя целевая аудитория ищет варианты удаленного заработка. Так как у меня много мам в декрете и работающих людей в найме, им нужно тратить минимальное количество времени и при этом иметь возможность зарабатывать дополнительный доход. То есть я, исходя от их болей, хотелок, своей целевой аудитории, я формирую свой оффер. Понятно, да? Но бывает такое, если школа только выходит на рынок или там почему-то, да, они делают слабый оффер, мягко говоря, я вижу такие там заголовки, типа, стань красивой, зарегистрируйся на вебинар, и типа, чего там вообще будет, зачем я должен регистрироваться, хрен его поймешь. Бывает такое. И такое встречается сплошь и рядом, сплошь и рядом. И мы, ну, я обучаю своих учеников всегда анализировать оффер. И если мои ученики, ну, любые другие специалисты, да, которые хорошо разбираются в этой сфере, если мы видим слабый оффер, мы всегда клиенту говорим, что там, Иван Иванович, я бы подредактировала ваш оффер, написала, какой результат от вашего вебинара получит человек, что ему реально важно получить. Это и есть оффер. И если оффер слабый, то, ребята, конверсия будет очень низкая. Я тестировала за, там, последние 4 года очень много всевозможных вариантов офферов. И я могу сказать, что у меня был пример, вот прям лично на моем, да, сайте. У меня был сначала один лейнинг, где у меня был оффер, типа, обучись, обучись востребованной стабильной онлайн-профессии. Там конверсия была, типа, 30%. Потом, когда я написала, обучись профессии с доходом от 100 тысяч в месяц, да, то есть, когда я рассказала цифры, которые можно получить в этой профессии, конверсия сразу выросла. То есть, на самом деле, от оффера зависит то, сколько человек дальше будет регистрироваться. Вот представьте, если вы не понимаете, что такое конверсия. Например, на сайт зашло 100 человек, и из 100 человек, например, только 20 зарегистрировались на вебинар, да, то есть, нажали на кнопку «Зарегистрироваться» и дальше попали в ВАЗу. Это значит, что конверсия этого сайта 20%, да. А если из 100 человек на кнопку нажали 50 человек и зарегистрировались 50 человек, значит, конверсия сайта 50%. И, конечно, чем выше конверсия, тем лучше работает ваша реклама, тем дешевле вы привлекаете людей на этот вебинар. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно. И мы, эксперты по рекламе, конечно, стремимся к тому, чтобы процент конверсии сайта был максимально высоким. Но эта цифра зависит от качества трафика, который мы приводим, и от того оффера, который человек видит на сайте. И если оффер какашка, то и тогда конверсия будет фиговая. Понятно, да? И вот это, кстати, это зона ответственности клиента. То есть мы, как эксперты, можем это проанализировать, дать рекомендации, и дальше уже клиент отвечает за то, какой оффер будет на его сайте. Понятно, да? Так. Идем дальше. После того, как человек зарегистрировался, человека приглашают дальше на вебинар. Либо на марафон, либо на вебинар, либо там, например, тестовый доступ к курсу. Все, что угодно. Какой-то бесплатник. Вот, например, если тут у Аяза посмотреть, что тут. Здесь мы просто оставляем заявку. Тут он продает за 90 минут. Ну, вот смотрите. Вот, вебинар. Давайте перейдем к этому прекрасному мужчине, посмотрим, что у него там. За 90 минут расскажу, как перейти от хаоса к порядку. Вот тоже непонятный оффер совершенно. От хаоса где? В жизни, на работе, в личной жизни. То есть непонятно, о чем он. Пять шагов от хаоса к порядку и масштабированию бизнеса. Вот, да. И мы, значит, регистрируемся и попадаем дальше на его вебинар. Тут у многих может возникнуть вопрос, а как же мы будем давать рекламу? Там у человека вебинар завтра. Видите, вот дата 18-го. А как же мы можем запускать рекламу? Ребят, это все автоматические вебинары, которые работают ежедневно. То есть вы, как эксперты, вообще не должны переживать на этот счет. Вы крутите рекламу. Здесь дата меняется автоматически. И как бы каждый день новая свежая дата. И вебинар работает автоматически. То есть это такие автоворонки. Понятно, да? Все, после того, как человек сюда регистрируется, дальше его уже приглашают на вебинар. Он там выбирает время, во сколько он хочет прийти. И дальше человек приходит на вебинар и, собственно, смотрит этот самый вебинар. И дальше эксперт, вот в этом случае этот прекрасный мужчина, начинает продавать. И вот это уже не ваша зона ответственности. Это зона ответственности клиента. Вы на это уже повлиять не можете. Безусловно, косвенно вы влияете на качество трафика. То есть мы рекламой можем привлекать разную аудиторию с интересами бизнес, производства, обучения, красота. Мы можем таргетировать разную аудиторию по разным параметрам, по интересам, по ключевым запросам, которые они вбивают в поиски Яндекса, по геолокации, по возрасту, как угодно мы можем их таргетировать. И, безусловно, от того, какой таргетинг вы подбираете, зависит качество аудитории, насколько она целевая. То есть мы, как эксперты, конечно же, мы отвечаем за это. И бывает такое, бывает, что, например, вы неудачно подобрали аудиторию, но вы не попали в аудиторию. И в итоге вы приводите трафик нецелевой. Эти люди регистрируются, потому что им почему-то это интересно. Но они в итоге потом не покупают на бесплатнике, потому что, например, они неплатежеспособны. Ну, например, вы привлекаете студентов, у студентов денег нету, им вроде тема интересна, но они потом нифига не платят. И тогда клиент должен вам сказать, например, Марина, вот трафик, который ты привела, они пришли к нам на бесплатник, но что-то они ничего у нас не купили. Давай-ка ты эту аудиторию отключай, ищи нам другую. Или давай мы с тобой весь бюджет перераспределим на другую аудиторию, которая привела нам продажи. Понятно, да? И вообще, я вам, знаете, что скажу? Забыла написать об этом здесь на презентажке, но это важно. Я вам рекомендую, если вы работаете с онлайн-школами, отслеживать определенные цифры, чтобы понимать, какого качества трафик вы приводите. Потому что, получая эту обратную связь, вы можете вносить корректировки в своей рекламной кампании. И дальше, корректируя их, давать клиенту тот трафик, который ему нужен. Вот смотрите, у вас, вы настраиваете рекламную кампанию по каким-то аудиториям, да, по интересам, по ключевым словам и прочее, прочее, прочее. Весь свой трафик вы размечаете UTM-метками. Те, кто у меня учатся, вы прекрасно знаете, что это такое. Если вдруг кто-то не знает, напишите, я не знаю. Вы размечаете весь свой трафик UTM-метками. Дальше клиент у себя в базе, он видит все эти посещения по UTM-меткам. То есть мы, владельцы онлайн-школ, мы видим каждого посетителя. Мы видим, что он пришел с рекламы в Яндексе. Дальше, смотрите, важный параметр – это процент доходимости до вебинара. То есть какое количество людей дошло до вебинара. Если, например, у вас было 100 регистраций, а из них до вебинара дошло 20, это значит процент доходимости 20%, что считается очень низким. Если ваш процент доходимости от 60, это хорошо. То есть, значит, вы приводите заинтересованный трафик, как минимум заинтересованный. Если процент доходимости по вашему трафику меньше, то значит какая-то проблема есть. Значит, люди не заинтересованы в том, чтобы дальше приходить на вебинары. Значит, надо корректировать аудиторию. И вот эту цифру процент доходимости вам должен давать клиент. Он вам дает эту обратную связь, и вы на ее основе корректируете свои рекламные кампании. Дальше, следующая важная цифра – это процент заявок. То есть, какой процент из тех людей, которые пришли на вебинар, оставили заявку на продукт. И тут цифры бывают разные. Ну, если вам давать какие-то, знаете, средние по больнице, то заявку уходит примерно… Если 10% ушло, это прям хорошо. Это прям хорошо. Бывает 5-10, как бы, ну, это нормальные показатели. Если 1-2, то это уже как бы плоховато. Ну, до 5 это как бы плоховато. Но, опять же, смотрите, эти цифры, они могут зависеть от того, насколько хорошо продает эксперт. Да, то есть, если он продает не очень, то и цифры будут слабенькие в заявку. Вот, поэтому тут, если у вас низкие цифры, ну, например, 1% в заявку, то вам надо задать вопрос, там, Иван Иванович, а по другим источникам трафика у вас тоже такой низкий процент в заявку? Потому что, если они, например, ведут еще трафик из Telegram ads, например, с Telegram рекламы, и там тоже 1% в заявку, значит, ваш 1% – это норма. А если из Telegram рекламы трафик конвертируется там 10%, а из Яндекс рекламы 1%, значит, какая-то проблема в вашем трафике. Значит, надо посмотреть, какие люди не конвертируются, какие люди не приходят на вебинары, какие люди не делают заявки, и убирать, отключать этот источник трафика, отключать эти аудитории. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если это понятно. Ну, а дальше там уже идет процент в продажу, то есть сколько людей из тех, кто оставил заявку, дальше покупают. Ну, вот на эту цифру уже влияет в основном отдел продаж школы, но и, конечно, качество трафика тоже тут может влиять. Вот, но ваши прям основные показатели – это вам надо прям вот это вот запрашивать у клиента, процент доходимости и процент в заявку, и на основе этих данных дальше корректировать вашу аудиторию, на которой вы настраиваете рекламу. Понятно, да? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно. И финальный, собственно, финальный шаг нашей воронки – это продажи, да, вот то, о чем я вам говорила. И тут, смотрите, очень важно. Вам необходимо запрашивать статистику по продажам у вашего клиента, потому что я очень часто сталкиваюсь вот с какой ситуацией. Приходят ко мне ученики и говорят, «Елена, вот клиент жалуется, что что-то хреново работает реклама, всего там пришло 10 конверсий, из них два человека сделали заказ. Что-то херово, и вот клиент говорит, что-то плохо работает». Я говорю, ну окей, хорошо, из 10 двое сделали заказ. А заказ на какую сумму? И ученик такой, я не знаю. Так, ребята, это самый важный показатель. То есть вы этот показатель должны запрашивать у клиента, потому что, посмотрите, если вы вложили в рекламу 10 тысяч рублей, да, получили с этого два заказа, и каждый заказ по 50 тысяч, то есть вы вложили 10 тысяч, заработали 100, извините меня, рентабельность 1000%. Ну так это охрененно работающая рекламная компания? И когда вы не видите сами и не умеете считать эти цифры, ну тут у нас проблемка, да, Хьюстон, у нас проблема. То есть вы сами должны уметь считать эти цифры и показывать их клиенту, потому что клиенты часто, они как бы оперируют немножко другими какими-то показателями. У нас мало заявок, или у нас что-то маловато лидов, так ты посчитай рентабельность. У тебя, вы, может быть, с Яндекса приводите мало лидов, но они, блин, все потом уходят в продажу с высоким чеком. Вы приводите качественную аудиторию, которая конвертируется хорошо. И тогда вы пока, так извините, Иван Иванович, у вас рентабельность канала 1000%, почему вы говорите, что плохо? Да, лидов немного, но вы работаете с хорошей рентабельностью. Сейчас надо подумать над тем, как масштабироваться, но это другой вопрос. Это не вопрос того, что реклама работает плохо. Это вопрос того, что надо сейчас попытаться масштабироваться. Понятно, да? Обязательно считаем, Роми, рентабельность инвестиций данного маркетингового канала. Понятно? То есть как считается, как считается Роми? Ну, если грубо говорить, я не буду там сложные всякие формулы вам давать. Это доход по рекламе, доход по рекламе, делим на расход по рекламе. Обязательно, пожалуйста, учитывайте НДС. Умножаем на 100%. И у вас в итоге там получается какая-то цифра. Если у вас Роми выше, ну, для онлайн-школ, если выше 200, это уже неплохо. Если выше 300, то это прям хорошо. То есть ваша реклама окупается 1 к 3. Вы вложили рубль, заработали 3. Понятно, да? И очень важно считать этот показатель. Потому что если к вам клиент прибегает и говорит, что-то лидов мало, что-то, по-моему, реклама не работает, так вы посчитайте, а реально какие там продажи. Вот если нет продаж, тогда да, тогда проблемка. А если продажи есть, даже если одну продажу вы привели, вложили тысячу рублей и привели одну продажу за 50 тысяч, ну, извините меня, там рентабельность, эгеге и ого-го. Да, надо масштабироваться, значит. Надо посмотреть, с какого сегмента пришла эта продажа и дальше масштабировать это. Увеличивать бюджеты, например, подключать какие-нибудь новые типы таргетинга и дальше масштабировать эту историю. Понятно, да? То есть обязательно смотрим до последнего шага воронки, потому что очень многие из вас это забывают. Очень многие смотрят на какие-то показатели, там, типа, сколько кликов, сколько конверсий. Конверсии – это хорошо, но наш основной показатель – это рентабельность. Рентабельность. Кто-то это называет ROI, кто-то считает ROMI. По большому счету, это примерно одно и то же. То есть ROMI – это рентабельность конкретно этого маркетингового канала Яндекса. Понятно. Вот. И желательно, чтобы вы прям считали досюда. У меня бывали, конечно, такие случаи, когда ученики говорили, что мне клиент не дает данных по продажам, типа, это секретная информация. Но если, слушайте, если клиент вам не дает, тогда вы должны говорить клиенту, Иван Иванович, окей, вы мне можете не давать эту цифру, но тогда, пожалуйста, посчитайте ROMI и скажите мне цифру. Скажите мне цифру рентабельности. Если у него там цифра 300, 400, 500, ну, тогда, знаете, все хорошо у вас с рекламой, ваша задача просто масштабироваться. Понятно, да? Вот. Это основное, что нужно помнить, когда вы работаете с онлайн-школами, потому что очень часто бывает такое, что из Яндекса приходит меньше заявок, они более дорогие, потому что мы в Яндексе можем таргетировать прям целевую аудиторию, в зависимости от того, какие ключи они вбивают в поиски Яндекса. Заявок может быть немного, они могут быть дороже, то есть цена конверсии, цена лида может быть дороже, чем по другим каналам, но при этом это более платежеспособная аудитория, где мы делаем большие продажи. И вы должны все это просчитывать до конца, потому что если вы считаете только цифры какие-то в начале и не видите, что происходит в конце, то вы тогда не можете с клиентом адекватно общаться, если он там начинает рассказывать про то, что реклама работает плохо. Понятно, да? То есть вы как эксперты должны уметь просчитывать все цифры до конца. И, конечно же, это делается с помощью клиента. Конечно же, это делается с помощью клиента, потому что вы не увидите в интерфейсах Яндекса, что происходит вот здесь вот. Какие там продажи, какие конверсии по доходимости и прочее, прочее, прочее. Так, 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 так. Сто тысяч – это не прибыль, а оборот. Ну, вы можете у клиента запрашивать чистую прибыль. То есть, например, там сделали они продаж, продали, например, на сто тысяч, и дальше вам клиент дает чистую прибыль. То есть понятно, что с этих сто тысяч клиент там заплатит сколько-то процентов за экваринг, сколько-то процентов отделу продаж, сколько-то процентов, там, комиссию за рассрочку. И у него в итоге остается некая чистая прибыль. То есть, если уж прям серьезно с клиентом, да, разговаривать, да, и четко все считать, тогда вы прям говорите, дайте мне чистую прибыль по рекламным кампаниям за вычетом, да, всех вот этих расходных вещей. И тогда клиент вам дает чистую прибыль, и вы считаете уже чистые цифры, если уж так углубляться. Так. Все, я открываю ваш чат, смотрю ваши вопросы. Давайте, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. У нас есть с вами 15 минут, чтобы я на ваши вопросы поотвечала. Основной контент я вам рассказала, на что обращать внимание, когда вы работаете с онлайн-школами. Какой процент конверсии заставляет задуматься о том, что все плохо? Ольга, ну, опять же, процентов конверсии на каждом этапе воронки, вы должны понять, что процент конверсии это не единственное число. На каждом этапе воронки есть своя величина, которую вы отслеживаете. Да, то есть смотрите, если мы говорим про вот этот шаг воронки, да, из оффера в переход на сайт, то есть это CTR, кликабельность. И у вас кликабельность должна быть, но если мы говорим про баннерную рекламу, там чаще всего кликабельность, если 1%, то это хорошо. 2% это прям вообще хорошо. Дальше у вас следующая цифра, которую вы отслеживаете, это процент конверсии вашего сайта. И процент конверсии вашего сайта должен быть, ну, от 30%. Если меньше, это прям что-то совсем плохо. Дальше следующую цифру, которую вы отслеживаете, это процент конверсии в регистрацию на вебинар. И там желательно, чтобы у вас было… А, подождите. Я вам сказала, процент конверсии сайта. Да, это оно и есть. Это регистрация на вебинар. От желательно от 30, но 30 это на самом деле маловато. Вот если у вас там 40, 50, 60, это прям совсем хорошо. Но я просто знаю, что по многим школам это прям такая средняя цифра, что примерно 30% конверсия в регистрацию с сайта. Если у вас 40, 50, 60, это прям совсем хорошо. И дальше мы смотрим процент конверсии, доходимость на бесплатное мероприятие. И дальше процент в заказ. Ну и дальше процент в продажу. Это уже все вы отслеживаете вместе с вашим клиентом. Понятно? Так, сейчас. Какие еще вопросы у вас были? Так, плюсики вы мне тут ставили. Ага. Окей. Так, сейчас вниз опущусь. Добрый день. Берут ли вообще новичков без кейсов в инфобизнесе? Юля, ну а почему вы так сразу делите на ниши? Надо было сразу задавать вопрос, а берут ли новичков вообще куда-нибудь? Да? Берут. Потому что если бы не брали, тогда у нас бы на фрилансе была такая ситуация, что работают только деды с такими бородами, все такие с опытом 15 лет, а все новички, которые обучаются в онлайн-школах, колоссальное количество онлайн-школ про онлайн-профессии, все сосут лапу. Да? То есть все идут, учатся и дальше ни хрена не делают. Вот так по вашей логике выглядит фриланс. На самом деле, ну вы же понимаете, что это не так. Все находят своих клиентов. Каждый, каждый новичок найдет своего клиента. Понятно, что вы не можете рассчитывать на работу с крупными онлайн-школами, с миллионными оборотами рекламными. Понятно, что нет. Вы начнете, вы возьмете первого клиента, там скромненького, какого-нибудь эксперта, который только начинает свой путь, он только выходит в эту нишу. Он запускает тестовые рекламные кампании. Поэтому он будет искать скромного, опять же, эксперта, начинающего, потому что опытный ему будет не по карману. И вы таким образом будете находить свои первые кейсы, своих первых клиентов. Конечно, все так и начинают. Все новички на фрилансе начинают, либо они берут клиентов в ближайшем окружении по сарафанному радио, то есть начинают рассказывать всем своим знакомым, друзьям, что вот мы теперь настраиваем рекламу. Ребята, давайте я вам сделаю рекламную кампанию. 60% моих учеников берут первых клиентов в ближайшем окружении. То есть это друзья, друзья друзей, мужья, сватья и прочее, прочее. Если мы говорим про поиск именно клиента вне ближайшего окружения, то, конечно, вы будете закрывать небольших клиентов. С небольшими рекламными бюджетами, но вы их будете закрывать. И таким образом, поэтапно, нарабатывая опыт, дальше вы будете выходить уже на хорошие заказы с большими оборотами. Понятно, да? Новичков берут везде, главное себя показать. Ну, конечно, у меня в обучении есть огромные модули, где конкретно я вам рассказываю, как закрывать клиентов, когда у вас нет кейсов. Что мы даем вместо кейса? Потому что вместо кейса вы можете дать много всего, огромное количество информации, которую вы можете предоставить. Просто вам важно знать, что давать. И вот у меня в обучении я подробно даю все эти шаблоны, скрипты, все готовое. Ваша задача просто подставить свои цифры по тому клиенту, к которому вы хотите пойти работать. Все. Потому что, ну, представьте, меня, знаете, меня всегда удивляет вот этот страх новичков не найти клиента. Вот просто, знаете, вот рационально подумайте, что у вас в голове сидит, да, какое сомнение. Рационально разложите его по полкам. Если бы то, что вы думаете, было бы правдой, тогда бы все школы по онлайн-профессиям, которые существуют уже много лет на рынке, моей школе три года, школа там, РЭД-СММ, обучающая таргетологов, она на рынке там, по-моему, пять лет, у них потоки там по тысяче человек. У меня по сто, у них по тысяче. Там школы Таргета, там Тимура Бустаева и прочее-прочее, крупные школы, где потоки по 300 человек. Представьте, и все эти люди, которые обучаются, вы что считаете, они обучились, и все это колоссальное количество людей, которые учатся в удаленке, они дальше сидят и сосут лапу. И работают на фрилансе только вот бородатые опытные дядьки, старые тетки, я уже работаю 14 лет, я, конечно, не считаю себя старой, но я опытный эксперт. И вот только мы такие сидим, и только мы такие работаем. Ну, нет, конечно. Ну, глупость же, согласитесь. То есть, когда вы начинаете раскладывать это по полкам, мы понимаем, что это бред. Любой новичок находит своего клиента. Просто опытные эксперты, вы же понимаете, опытный не будет работать с теми клиентами, с которыми вы будете работать. То есть, не надо думать, что вы являетесь конкурентами опытных специалистов. Когда вы сами поработаете год, вы уже не будете работать с клиентами, с которыми, знаете, с которыми вы сейчас будете работать. Хотя, на самом деле, я работаю с клиентами там 7-8 лет, мы просто растем вместе. Да, растет моя опытность, растут мои клиенты, с которыми я работаю, повышаются обороты и прочее. Вот, то есть, вы должны настраиваться на это. Когда вы начинающий, конечно, вы будете работать с небольшими скромными бюджетами, с небольшими клиентами, но вы будете нарабатывать свой опыт. Все. Так что, не переживайте, пожалуйста, на этот счет. Сейчас интернет заполонила рекламу нейросетей, буквально все. Скайнет делает рисунки, рекламу, кашу варит. Хотелось бы ваше мнение, можно ли это как-то применить для наших целей. Хороший вопрос, Александр. Нейросети, на самом деле, сейчас получают очень сильное распространение, это очень круто. У меня недавно был пост в Телеграме как раз-таки по поводу нейросетей. Я вам показывала, как я тестировала нейросеть для написания рекламных креативов. И на самом деле, она очень круто отрабатывает именно на написании текстов. То есть, она прям тексты очень хорошо делает. Я ей там задавала вопросы, типа, напиши заголовок для Google рекламы для магазина цветов. И он мне там давал классные вообще идеи. Поэтому использовать нейросети для генерации идей, потому что вот у новичков есть такая, знаете, проблема, они не знают, как написать интересный заголовок, как написать интересный креатив. Хотя есть готовые шаблоны, которые я даю в обучении, как это делается. Но в любом случае, пока у вас невысокая насмотренность, у вас это будет вызывать определенные сложности. Вы долго будете придумывать заголовки. А когда вы заходите в нейросеть, задаете вопрос, она вам генерирует много-много-много идей. Поэтому это очень хорошо использовать в рекламе. Почему бы и нет? Если вы переживаете, что нейросети заменят людей и роботы все заполонят, то не переживайте. Вот я 14 лет работаю с рекламой, постоянно добавляется какая-то автоматизация, постоянно внедряются какие-то автостратегии и прочее-прочее. Но я вам скажу по практике так. Если вы ни хрена не понимаете в маркетинге, вот смотрите, я вам сейчас рассказывала про воронки. Ни один гребаный робот не простроит всю эту воронку, чтобы она работала, потому что он не будет анализировать, какой же там оффер на сайте, а подходит ли этот оффер под целевую аудиторию, а затрагиваем ли мы более хотелки нашей целевой аудитории. Ни один робот, он вот эту воронку не видит. Робот просто отслеживает конкретные показатели. Ему надо удерживать стоимость конверсии. Все, я должен получить максимум конверсии по этой стоимости. Все, это все, что он делает. Но когда мы говорим о том, чтобы разрабатывать действительно эффективные рекламные стратегии под конкретный бизнес, это может делать только человек. Только человек, потому что только человек включает свой мозг и начинает думать, а как человек проходит каждый путь воронки. Только человек будет придумывать всевозможные бесплатные мероприятия, которые понравятся целевой аудитории. Да, только человек будет понимать, а какие интересы свойственны моей целевой аудитории, на какие интересы я должен настраивать таргетинги, кто моя целевая аудитория. Это анализирует только человеческий мозг. Ни один робот этого не сделает. Вот все эти прекрасные тесты, безусловно, автостратегии могут довольно неплохо работать в Яндексе. То есть я сама сейчас активно тестирую автостратегии, и они дают хорошее количество конверсий, скажем так. Но с чем я сталкиваюсь? С тем, что конверсии-то автостратегии дают, но эти конверсии потом не уходят в продажи, потому что приходит там неплатежеспособная аудитория, не та аудитория, не сильно заинтересованная и прочее, прочее, прочее. То есть мы должны с вами все-таки пытаться отслеживать каждый этап воронки. И это делает только человек. Робот это делать не будет, поэтому не переживайте, роботы нас не заменят, по крайней мере, ближайшие 100 лет это не произойдет. Так, сама новичок от Елены, поэтому и говорю, что берут везде. Вот, пожалуйста, Ольга, подтверждение, что берут везде. Так, клиенты как девушки не хочет одна, захочет другая. Ну да, то есть вы должны четко понимать, что клиентов хватит на всех. Клиентов хватит на всех. И я всегда говорю, что вам не надо пытаться найти 100 клиентов. Эксперт по рекламе может работать там максимум с пятью клиентами адекватно, да, то есть пять клиентов по 20 тысяч, вот ваши 100 тысяч в месяц. То есть вам не надо находить каждого, там одного клиента каждый месяц. Нет, мы так не работаем. Мы ищем клиентов, работаем с ними в долгую. Пять клиентов это все, что вам нужно. Поэтому вы найдете первого клиента там в течение две недели, это средний срок, когда новичок находит клиента. Вы найдете через две недели своего первого клиента, поработаете с ним, потом через месяц будете готовы брать второго. Берете второго клиента, поработаете с ним в месяц, через месяц будете готовы брать третьего. Вот так это и происходит. То есть не надо думать, что вам придется там кровь из носу с красной задницы искать 100 клиентов себе. Ну нет, у нас наша специализация немножко по-другому. Мы работаем с клиентами. Мы работаем с клиентами в долгую, и много клиентов мы просто не берем. А возможно ли, когда делаешь рекламу клиенту, каким-то образом заполучить этих людей подписчиками себе в базу? А возможно ли, когда делаешь рекламу клиенту, каким-то образом заполучить этих людей подписчиками себе в базу? Я не очень поняла ваш вопрос, Ксения. Смотрите, когда человек регистрируется, вот вы его приводите по рекламе. Человек, когда здесь регистрируется, вы видите, он вбивает, он заполняет форму. Он вбивает имя, электронный адрес и телефон. Эти данные попадают в нашу базу. То есть я знаю все эти данные по своим регистрациям всех людей, которые ко мне зарегистрировались. И дальше мы эту базу можем как-то использовать. Либо там ретаргет на них настраивать, либо там, я не знаю, рассылки делать. То есть мы эту базу, безусловно, используем. Поэтому эта база, она собирается всеми онлайн-школами. Безусловно, именно для этого вы вводите все эти данные, чтобы мы знали ваш e-mail, чтобы мы знали ваш телефон. И когда вы, например, делаете заказ, дальше по этому телефону связывается наша служба заботы, отдел продаж, помогает вам подобрать тот продукт, который вам подходит. То есть мы дальше, конечно, безусловно, с этой базой работаем. Понятно, да? Так. Абсолютно согласна. Так, это Ольга у нас тут на что-то отвечает. Понятно, да? То есть логика работы такая. Поэтому не надо бояться работать с онлайн-школами. Просто очень важно, чтобы вы получали обратную связь от клиентов. И после этого вебинара вы теперь понимаете, какие цифры запрашивать, да, на что нужно ориентироваться. Потому что когда вы новичок, и вы не понимаете всей этой внутренней кухни, вы начинаете пугаться, там, о божечке, нет продаж, все, я во всем виноват. Или там, о божечке, мало конверсий, там надо бежать эти конверсии искать. Хотя на самом деле, да, ваша задача просто поэтапно анализировать вот эту вот воронку, отслеживать все эти цифры, о которых я вам сегодня рассказывала. Вы потом запись посмотрите, запись у вас будет, прям выпишите, если не успели посмотреть, да, не успели записать сегодня. Выпишите, и дальше, когда вы будете общаться с реальными клиентами, вы уже будете понимать, какие вопросы задавать реальным клиентам. Окей? Дайте, пожалуйста, мне обратную связь, насколько вам был полезен сегодняшний эфир, насколько вам было интересно сегодня услышать всю ту информацию, которую я вам сегодня давала. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь по сегодняшнему контенту. Напишите в чате, насколько вам было сегодня полезно. Я люблю всегда получать от вас обратную связь. Супер, огонечки, так, так, так. Ну давайте поактивнее, вас так много сидит. Так много и так мало вы пишете. Я люблю с вами общаться. Классный вебинар. Так, спасибо, спасибо, очень полезно. Огненный огонь, огонечки, супер, замечательно. Очень, очень люблю, когда вам полезно. Конечно же, я не примену напомнить вам, напомнить, я уже, знаете, заговариваю, напомнить вам о том, что у нас на следующей неделе стартует марафон по тильде. Обязательно туда приходите. Кто из вас уже туда зарегистрировался, поставьте плюсики. Если вы вдруг еще не зарегистрировались, регистрируйтесь. Значит, у нас будет марафон с приглашенным экспертом, с Ильей Голубевым. Это эксперт по тильде. Я вам сейчас ссылку кинула в чат на регистрацию. И мы с ним прям готовим, опять же, трехдневник, где будем рассказывать вам, как создавать первый сайт на тильде, по какой структуре делается продающий сайт для наших клиентов. Вот видите, опять же, возвращаясь к теме офферов, мы будем вам рассказывать, по какой структуре делаются именно продающие высококонверсионные сайты. Также будем рассказывать, как в тильде ищутся клиенты. Чем тильда хороша, если говорить про отличия от контекстной рекламы. Тем, что в контекстной рекламе вам нужно месяц обучаться, как настраивать рекламу грамотно. И только через месяц вы можете брать вашего первого клиента. Тильда в этом плане проще. Там обучиться, как делать сайт, можно буквально за неделю. И уже через неделю вы можете брать ваши первые заказы на сайты. Там 5-10 тысяч вы уже можете своих первых заработать. То есть я специально пригласила Илью, специально добавляю этот блок по тильде для того, чтобы мои ученики, которые учатся у меня в моей школе, имели возможность зарабатывать первые деньги уже в течение первых недель. Именно поэтому я добавляю обучение по тильде. И у нас будет возможность приобрести тильду не только в рамках курса по контекстной рекламе, но и отдельно. То есть если по каким-то причинам вам, например, контекстная реклама не заходит, вы считаете, что это для вас сложно, вот, пожалуйста, вы сможете взять обучение отдельно по тильде и зарабатывать только на тильде. То есть она чем хороша, что это, ну, если, например, у вас задача небольшая подработка на удаленке, то тильда как раз великолепно решает эту задачу. То есть там, например, сделал один заказ, посидел, поработал пару вечеров, вот, заработал 10 тысяч. Например, потом у вас нет времени работать, вы там через месяц захотели еще там взять одного клиентика, сделать ему что-нибудь в заказе. Взяли одного клиентика, сделали заказ, сдали. То есть это именно та работа, где у вас нет там долгосрочной работы с клиентами. Если вот вам нужны такие разовые заказы, как раз-таки тильда это то, что вам подходит максимально. Вот, поэтому обязательно приходите, будем учить вас делать сайты, будем рассказывать, как находить клиентов с нуля, даже когда у вас нет кейсов, нет портфолио, все это подробно будем разбирать. Обязательно регистрируйтесь, у нас, по-моему, 22 числа стартует этот марафон. Будет очень интересно. Так, сейчас ваш чат открою. Спасибо, очень полезно. Плюсик по тильде. Так, вижу уже, есть те, кто зарегались. Так, здорово, есть над чем поразмышлять. Каждый раз интересно вас слушать, вы каждый раз заряжаете какой-то энергией. Супер, замечательно. Так, 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 спасибо, очень полезно. В курсе по тильде будет тема, как ставить счетчик в тильду? Там счетчик ставится буквально одним движением, просто прописывается номер счетчика. Ну, конечно, будет, конечно, будет. А на учебу надо покупать тариф тильды? Нет, там есть тестовый период, по-моему, две недели. Еще у Ильи есть какой-то супер волшебный промо-код, который дает вам месяц бесплатного пользования тильды. Если он до сих пор есть, там просто тильда, если меняет свои правила, то этот промо-код могут зарубить. Но, по-моему, сейчас мне Илья говорил, что до сих пор этот промо-код действует. Он этот промо-код раздает, и вы месяц можете спокойно, не оплачивая, работать. Ну, на тильде есть и бесплатный тариф. Понятно, что он ограниченный. Но для того, чтобы сделать простые сайты, портфолио, сайт-визитку, этого тарифа вам будет достаточно. Но, опять же, вот месяц у вас будет на промо-коде, вы сможете поработать с тильдой. Ну и 14 дней, как пишет Александр, вы сможете делать какие-то простые вещи, которые есть на бесплатном тарифе. А записи с интенсива будут? Ну, записи будут, но у нас по традиции те, кто сидят в прямых эфирах, они зарабатывают баллы, бонусы. И дальше с помощью этих бонусов вы можете получать хорошую скидку на приобретение основного обучения. То есть у меня всегда все марафоны по такой структуре. Те, кто идут на живые эфиры, во-первых, получают от нас всякие плюшки, подарочки, которые не получают те ребята, которые смотрят в записи. И плюс за присутствие на эфире вы получаете от нас баллы. И дальше эти баллы вы можете использовать при оплате полного тарифа. То есть получаете хорошую скидку. Или как доп.услуги, я сейчас предоставляю такие услуги наряду с рекламой. Конечно, я почему добавляю тильду в свое обучение контексту, потому что это потрясающая возможность, если вы работаете с рекламой, если вы эксперт по рекламе, повысить свой чек и удерживать клиентов. То есть, например, к вам приходит клиент, которому нужна реклама, а у него сайт, ну пипец, вообще не готов к рекламному трафику. Просто не сайт, а вырви глаз. Нельзя на такой сайт вести рекламу. И вы тогда предлагаете клиенту, давайте я вам сделаю нормальный конверсионный сайт. Это будет стоить 20 тысяч. Все, вы дополнительно зарабатываете 20 тысяч, делаете клиенту нормальный сайт. Вы не теряете клиента, вы не отправляете его искать кого-нибудь, кто вам сайт сделает, а делаете сами. То есть решаете проблему клиента. Зарабатываете 20 тысяч, сохраняете клиента и дальше настраиваете на этот сайт рекламу. Все, все выигрыши. Великолепно. То есть вот именно поэтому я тильду и добавляю своим ученикам. Потому что вы имеете возможность, во-первых, сразу брать клиентов на тильду. Начиная с первых недель вы можете создавать сайты. Потом через месяц, когда вы обучаетесь рекламе, вы уже имеете навык и по тильде, и по рекламе. И дальше вы клиентам можете предлагать и рекламу, и тильду. Ну охрененно. Все вообще в плюсе, все в профите. У вас количество клиентов увеличивается в два раза, потенциальных клиентов. Вы можете отвечать на вакансии и по рекламе, и по тильде. А я специально, когда вчера я готовилась к марафону к нашему, я зашла на биржу фриланса и посмотрела, сколько там вакансий по тильде. Да хрена. 30 вакансий за один день только лишь на одной бирже. И вы можете и на вакансии по рекламе отвечать, и на вакансии по тильде. У вас вообще нет шанса не начать зарабатывать. Вы в любом случае будете зарабатывать. А занятия будут днем или вечером? Эфиры у нас всегда в 12 по Москве. Если вы не можете присутствовать, запись будет. Но опять же повторюсь, те, кто присутствует на живых эфирах, вы зарабатываете бонусные рубли, которые потом сможете потратить на приобретение полного курса по тильде. Елена, подскажите, пожалуйста, еще раз, как расшифровывается Роме. Return of marketing investments. Возврат маркетинговых инвестиций. Вы конкретно в этот канал. Если мы говорим про Яндекс, то это мы говорим про Яндекс. То есть возврат маркетинговых инвестиций в Яндекс канал. Ну, если вы занимаетесь рекламой Яндекса. То есть, если по-русски, то это возврат инвестиций в рекламный канал, маркетинговый канал, который вы используете. В данном случае мы говорим про Яндекс. Но вообще, если вам прям надо запомнить, то прям берете, копируете, идете в поиск Яндекса и вбиваете вот так вот. Это, кстати, вам такие вопросы могут задавать на собеседовании. Да, поэтому это хорошо знать, что это такое. Роме, что это такое формула, как посчитать? Пожалуйста, все это смотрите в поиске. А будет еще какой-то большой курс по тильде? Ну, конечно, у нас будет курс. Мы, собственно, с Ильей будем его анонсировать на марафоне. У нас будет полный курс по тильде. Там будут тарифы самостоятельные. Ну, самый недорогой тариф самостоятельный, где просто вам будут даваться уроки, как создавать сайты конверсионные, по какой структуре. Это все будет в минимальном тарифе. В среднем будет информация, как создавать конверсионные сайты, как искать клиентов, как создавать свое портфолио, то есть как продавать себя как специалиста. Плюс вебинары обратные с Ильей по вашим работам. То есть вы будете приходить с ним, разбирать те сайты, которые вы создали. И плюс виповский тариф. Там я буду давать бонусы от себя. Вот все узнаете как раз на марафоне. То есть вот мы полный курс как раз запускаем на этом марафоне. Все будем вам рассказывать. А в основном обучение будет блок по тильде? Да, у нас сейчас я запустила продажи тарифа с тильдой. Он называется хочу 200. То есть те, кто покупали тариф хочу 200, они идут уже с блоком по тильде. Если у вас не было блока по тильде, вы просто можете докупить отдельно блок по тильде. Вам, как выпускникам, будет хорошая цена. Чем тильда лучше других конструкторов, обзор бы для понимания, может тоже трубосайты обсудить полезно было бы. Вот мы как раз на марафоне будем обсуждать, чем тильда лучше, чем остальные конструкторы, чем отличается от трубосайта. Мы это все подробно будем рассматривать на марафоне, поэтому обязательно приходите и узнайте ответ на этот вопрос. Так, вот investment. Спасибо, Владислав. Дали расшифровку. Return on marketing investment. Так, Елена, а если купил курс властей для PPC, можно докупить тильду? Да, конечно, можно докупить тильду. Напишите просто там куратору, он вас свяжет с отделом продаж. Так, Виктор, лучший враг хорошего. Тильда сегодня рулит, ее многие знают. Нет, тильда, она просто самая простая для новичков. Там очень много шаблонов, там очень простое знакомство с интерфейсом. То есть каждый новичок буквально за неделю с ней освоится вот так вот, будет с ней на «ты». Она самая простая из всех конструкторов, которые сейчас есть на рынке. Поэтому она и получила такой большой охват, такую популярность, потому что она самая-самая простая, с ней может справиться любой новичок. Спасибо, Елена, как всегда круто. А можно ссылку на этот марафон. Да, конечно, давайте еще раз вам ее кидаю. Ссылку на регистрацию, регистрируйтесь. И приходите, мы стартуем 22-го. Все, друзья мои, на этом я заканчиваю. Нужно ехать за ребенком в садик. Спасибо большое всем, кто был сегодня со мной. Запись вы получите от этого эфира, потом выпишите себе какие-то вещи, которые вы забыли себе написать на бумажечку, как шпаргалку. Хороших вам выходных. Отдыхайте. И встретимся с вами на следующей неделе на вебинаре, на марафоне по Тильде. Обязательно приходите, будет очень интересно. Всем пока-пока. Всем хороших выходных. Субтитры сделал DimaTorzok